Марсик, а где Мирка? Миронька, привет! Решил я провести эксперимент. Взял с работы двух человек, Игорька и Рому. Вот они должны навести порядок во дворе вдвоем. Вот здесь был дикий щавель, они его выдержали. Сейчас идет подготовительный процесс, то есть удаление сорняков. Эксперимент, суть его такова. Два человека наводят порядок и мы смотрим за какой промежуток времени они это могут сделать. Я иду с камерой. Вы видите, да. Я рассуждаю. Смотри, Игорь, я что, вот, рассказываю, что мы наводим порядок, да, вдвоем. Два человека, ну, скажем, за неделю, да. Вот во дворе, в саду, везде. Получается, что за неделю один человек может, понял? Полностью, да, везде все это сделать. Вот я хочу, понятно, что может быть одному человеку скучно, вдвоем веселее. Ну, можно музыку включить, наушники. Вот, что происходит. Это уже какую тачку вы возите? Уже со счета сбился. Но, однако, вот это вот за два часа, вот такие вот кучи вырваны. Это все было, вот видите, в каком состоянии. Косить бесполезно. Все вырывается с корнем. Вот таким образом. Вот. Но я эксперимент ставлю таким образом. Значит, вот этот двор, который перед домом, за сколько он будет приведен в порядок, все полностью выдерган бульон. Вот таким вот лопатками. Видите? Корни удалителей. И за сколько потом. А потом просто, что останется, прокосить, выровнять и руками продергать по щебню вот. Вот этот вот. Видите? Эти колючие ногти. Он легко дергается. Потому что он растет в щебне. Если что-то остается, потом можно еще раз пройти. Вот и весь эксперимент. А за сколько, чего время покажет? Потому что... Ну, еще мне вот там пишет кто-то. Знаешь что? Говорит, зачем вы обливаете грязью того, кто ушел, да? Ну, я там сказал несколько слов по поводу Сереги. Ну, я вижу, очевидно, иногда волынка идет. А что, правда это считается обливанием грязью? Если, например, человек хорошо работает, и я про него отзываюсь хорошо, то никто не считает это обливанием грязью. А если я говорю правду, что что-то искусственно затягивается. Вот смотрите, какие поросли. Ведь они же выросли не за один день. Это целые деревья. Это вот поросли с этого дерева, сумок. Посмотрите, какой лес. Если я говорю правду, что человек это не смог сделать или не хотел. Видите, допустил, что дерево выросло. И он идет в защиту этого человека. Ну, ради бога, пусть защищает. А я говорю правду, что человек не справляется. И разве правда является обливанием грязью? Пусть этот человек мне ответит, что он подразумевает. Что я плохого сказал про человека? И что такое вообще облить грязью? Сказать правду, что человек не справляется с работой, это получается облить грязью? Так, наверное, этот человек имел в виду. Пусть, пожалуйста, мне ответит. Потому что я открытый человек и люблю открытость. А когда из-за угла прячутся и начинают там клевать разные комментарии писать в защиту. Опять же, смотрят чего. Вот, видите, вот это все легко дергается. Вот, раз, и все. Но это не было сделано. Все. Даже усилий никаких. Я сам это могу все сделать. Весь бурьян продергать за один день. Вот этот. Что я и сделаю. Ну, а потом... Я говорю, что все к лучшему. Все к лучшему. Найдется человек. Я протестирую все это. Посмотрю, сколько чего уйдет времени на содержание сада. И пойму истинную картину. Тот ли человек был на этом месте или не тот. Поэтому пока еще никакого обливания грязью не происходит. Просто идет анализ того, что, когда приходят новые люди и работают с определенным человеком, они говорят, либо я хочу работать с ним, либо я не хочу. Потому что он очень медлительный. А люди приходят заработать деньги. И медлительность это сказывается на зарплате. Особенно, когда человек на сделке. Те, кто на окладе, конечно, им выгодно потянуть волынку. Лишь бы день прошел. А кто на сделке? А у нас в основном работают ребята на сделке. Они меняются. Сегодня у нас сделки, завтра на окладе. Поэтому они стараются выкладываться. Потом еще есть премиальные. Вот я примерно объяснил. Целые деревья, да, Игорь? Да. Почему-то в одном месте. Ну да. Выросла она и все. Как будто бы кто-то семена здесь рассеял. Специально. Я тоже занимаюсь обрезкой деревьев, удалением сорняков, формовкой. У меня много инструмента личного. Подрезаю. По щебню дергаю. Если кому-то кажется, что я просто вожу камерой и показываю. Нет, он ошибается. Каждый кустик мной известен. Вот это вот я вчера формировал. Видите? Вот она обрезана. Вот листик. Видите? Он еще даже не успел засохнуть. Ну что ж, пишите. Только пишите правду. Пишите объективно. А защищать кого-то от чего-то... Видимо, сам человек такой же. Халявщик. Поэтому и защищает халявщика. Я только так могу это расценивать. Рука руку моет, так говорят. Так. А где же мои собачки? Убежали в сад? У нас же 10 тачек вывели. Ну ладно, я не буду смущать ребят. Рассуждаю. Я же уже приводил примеры, когда... Что-то искусственно занижалось, завышалось. Я слышал много таких случаев, когда ребята приходят работать. Новые. А их старые одерживают. Куда ты гонишь? Ты сейчас это сделаешь, тебе другую работу дадут. Не надо. Это надо делать целый день. Вот эту сетку надо натягивать целый день. Я же сетку натянул. Целый день на это ушло. Ты думаешь, ну да, тяжело как человек. А на это надо всего 2 часа, к примеру. Ну сколько там сетку натянуть? Ну я пример говорю. Не конкретно за сетку, а просто... Один из примеров... Того, как можно искусственно затормозить и другого осадить. И сказать, не львись вперед. Ты сейчас быстро сделаешь и увидят, сколько на это времени требуется реального. Все, завтра придется работать больше. А то, что больше заработать... Ну не все хотят заработать больше. Некоторых устраивает то, что есть. Я это тоже понимаю. Когда человек уходит с большой зарплаты на маленькую, это о чем говорит? Он привык все. Ему не нужно лучше жить. Он не хочет. Он сформировался. Это я такой вот неугомонный. Что мне хочется все больше сделать. Дать людям работу. А другие... Звезд с неба не хватает. Их устраивает то, что есть. Они с этим живут. Они привыкают. Ну что, вот я провожу диалог. Вот они розовые кувшинки. Диалог. Даже я бы сказал не диалог, а монолог. Конечно, пишите. Конечно, я выслушаю все мнения. Конечно, я отвечу. У меня есть что сказать. Не думайте, что я буду молчать. И проглатывать молча какие-то там обвинения. Даже в мой адрес, что я кого-то обливаю грязью. Ну, вы же поймите, что такое обливание грязью. Это незаслуженное что-то. А когда это заслуженное, и в мягкой форме сказано, и сразу же кидаться из крайности в крайность. Ну, пусть тот человек подумает, кто написал такое. Кого он защищает? Да, еще что, земляне. Самое главное, я скажу вам. То, что вы видите. Вот деревья. Да, они неизменны. Но людей, которых я показываю. Я как художник. Я беру, знаете, раскраски такие, черно-белые контуры. И начинаю их раскрашивать. И показываю вам людей, которых вы видите. Которых вы абсолютно не знаете. Вы знаете их только с моей подачи. А они раскрашены мною в синенькие, в зелененькие, в красненькие цвета. И вы думаете, ох, какой человек. Вот. А я просто художник. Я его раскрасил. Этого человека. А истинного человека вы не знаете. Если бы я мог показать вам некоторые кадры из жизни тех людей, которые меня окружали. Ну, кто-то бы изменил свое мнение. И сказал бы, нифига себе. А я такого и не мог подумать. Да. И такое бывает. И есть у меня такие кадры, и фото. Но я этого не делаю. Все, что вы видите, это мои рисунки. Это мое произведение. Я же не показываю тех же ребят, когда они пьяные, непотребные. Я показываю только хорошее. Я не показываю других людей. Их плохие стороны. Вы видите, только хорошие стороны. Поэтому у вас и складывается мнение, что все люди вокруг меня хорошие, положительные. А это совсем не так. Не все так. Вот я показываю, например, красивые облака. Вот скоро зацветет линкаранская акация. Мирка вон, охотящаяся на рыбах. А если я буду выбирать только пасмурные дни, где нет ни солнышка, ничего, ни голубого неба, то сложится мнение, что там хрюкать. Такое, что вообще мы живем где-то там, в полярном круге. Даже розы и то может что-то прислать, например, там одни снега. Или вот она старается тоже какие-то кустики показать, какую-то травку, которая там есть в Салехарде. И мы складываем мнение, что там тоже жизнь какая-то есть. А какая жизнь? Вот она жизнь, видите? Ну, скачут наездники друг на друге. Так и в жизни. Кто-то на ком-то едет, как здесь, видите? Оседлал и вперед. Не так ли происходит? Ну, вот и побеседовали. Лягушек ты не хочешь, а Жорка любит лягушек. Он бы уже их слопал, бы этих лягушек. А там, в Краснодаре, нет лягушек. Там полянка. И все. Вот такая, как вот этот пруд. Ну, может, чуть побольше. Ну, что, земляне, поживем, увидим. Ну, что, землянка. Ну, что, землянка. Ну, что, землянка.